Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень редко Медиатором, да, Юраж? Да Что за медиатор? Какой-то медиатор Не принципиально? Ну, миллиметр и двадцать, чего-то еще Один и два Толстый треугольничек, в общем, да? Ну, нет, не треугольничек Не треугольничек? Ну, что, уже Уже не треугольничек, бля Часто струны меняешь? Раз в два месяца примерно Зависит от того, насколько часто играешь или нет Не знаю Я, видимо, не всегда обращаю внимание Что уже пора Поэтому могу долго не менять Субтитры делал DimaTorzok Что за датчики такие стоят на гитаре? Датчик один, стоковый Нековый датчик Шел вместе с гитарой Фендеровский, обычный датчик Здесь стоят рельсы DimaTorzok Супер Дисторшн Вот, рельсы с отсечкой В этом положении Работает весь хамбайкер Так, одна рельса Так, в режиме сингла Так, работают оба датчика Так, только Нек Ну, можно каждому датчик Открываем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты долго шел вот к такому? Короче... У тебя вообще поначалу что было? Поначалу у меня было вот это Это... Самый дешевый босс Это самая первая педаль вообще? Ну, не самая первая педаль вообще Но самая первая, которая осталась До нее были MXR Дисторшн плюс Еще какой-то босс Не помню какой Второе, что я купил, это ВАУ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крейбэйби именно... Почему? А я не разбирался в них на тот момент Просто взял, попробовал Просто взял, Крейбэйби Она такая осталась уже Очень много лет Преамп МТ используется просто как преамп, то есть только на клине перегрузы почти не используем. Красивый зернистый клин. Они там есть, да? Они там есть, да, есть кранч, есть лид, но это вот все. Это кранчик. А это лид. На двух комарях, да? Да, я играю на двух. Так, жирней. У меня стерео-рик в некотором роде. Вот, например, стерео-тремоло. Ты все переключаешь, ты вот это еще включаешь комбари, да? Да, левый, правый. С уровнями громкости или что это? Да, это самодельная педаль. Ее сделал Антон Тихомиров. Там будет его фоточка. Там будет его фоточка. Че еще рассказал? Это, дилай. Да, давай продилай. Дилай самый простой. Часто пользуешься им? Не очень часто. Приделал самопальный тап-темп, а потом... Все, тут время дилай, да, делаешь? Да, время дилай. Дилай использую, как правило, в стерео. Сначала он включил, да, я сниму. Сейчас один делай. Дилай. Этот ремел, моя любимая педаль. Я сначала купил себе. Самая навороченная. Самая навороченная, да. Может, всякую такую дичь делать. Получается, ритмический рисунок, да? Да, но на самом деле это не использую никогда. Но можно. Но можно, да. Тут есть очень много того, что не хватает. В других педалях, во-первых, пресеты. Пресеты — это круто. То есть у меня на каждую песню есть ремел, а свой пресет. И я никогда ничего не настраиваю, просто переключаю пресеты, и все. Удобно, на самом деле. Это очень круто. Особенно, когда ты настраиваешься, там побыстрее пришел, не надо, ничего, да, вспоминать, там как-то сбивать, заклеивать, там, как некоторые. Да, самое удобное — это на концертах. Не приходится там ничего крутить. Просто я все время забываю все крутить. Тут просто переключаешься даже, если вспоминаешь об этом во время песни. Там нащелкал, включил, все, погнали. И вот здесь вот еще у тебя маленькая беленькая. Маленькая беленькая — это... Трабочка. Да. Это буст. То есть он просто усиливает звук немножко. То есть, допустим... Ну или не немножко. В общем, нужен для того, чтобы... В общем, рельсы в бридже звучат очень намного громче, чем нековый датчик. Вот. На чистом звуке это очень заметно. На перегрузе это незаметно вообще. Вот. Для того, чтобы выровнять чистый звук, был приобретен бустер. То есть он эту проблему решает полностью. ТС-шный, да? ТС-шный. А у тебя вообще предпочтение как? Аналог или цифра? Вообще аналог. Но без цифры... Сейчас уже никак, наверное. Никак, да. Потому что аналогов в педали пресета нет. Даб темпа нет. Это все очень нужно. Все очень помогает. Мемори менжер изначально аналоговый. Электрогармоникс. Мамри Мамин. Первый. Так, интересно. Там картинка выскочит. Я посмотрю, когда его узнает. Что-то такое. Что без магнитного носителя не сделать больше никак. Вот этот приятель. Тремоло. Он типа аналоговый. Но с цифровым управлением. А вот сама досочка, на которой все крепится. Покупная? Досочка аналоговая, да. Нет, она не покупная. Она самопал. Вот. У меня батя столяр. Столяр. Не знаю, как правильно. Вот эти вот штуки деревянные сделал он. Это просто алюминиевый профиль, купленный в строительном магазине. Это липучка. Короче, очень крутая липучка. Я долго выбирал, чтобы точно все держалось. Называется дуал-лок. Вот. Она с двух сторон вот такая вот жесткая. И очень хорошо держит. Ерунду даже. Даже если вот запнешься там, да? Чуть-чуть пнешь, ничего не слетает, не сваливается. Ничего не слетает. Вот такая вот, я думаю, да. Cheers. Саня из такого Макара. Приходите все на концерт. Когда-нибудь. Видите, вживую услышите. Всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует...